Это робот или живой человек? Женщину вынули, автомат засунули. Собирать биометрические данные, в том числе голос. Я не хочу с роботом общаться. Где живые люди? Почему Сбербанк онлайн заблокировали? Немедленно разблокировать и провести последнюю операцию. Я ничего не понял. Мне что, карту заблокировали что ли? Это что такое? Вы что издеваетесь над людьми? Вам что, потом в следующий раз плясать надо будет? Спасибо за уделенное время. Всего доброго, до свидания. Вас тоже скоро на роботу заменят? Да? Соединитесь с живым человеком. И все равно, что отпечаток пальца другим людям отдать. Мы живем там, танцуем. Что мы можем с вами? Да, карта работает. Я думаю, только для нас роботы, для вас тоже оказывается. Женщину вынули, автомат засунули. Здравствуйте, это Сбербанк. Я ваш виртуальный ассистент Афина. Чем я могу помочь? Странно. Я вас не услышала. Пожалуйста, повторите еще раз. К сожалению, я снова вас не слышу. Попробуйте решить вопрос в Сбербанк онлайн. Или перезвоните мне, если останутся вопросы. Хорошего вам дня. Здравствуйте, Антон Николаевич. Это робот или живой человек? Живой человек. Меня тут прогорит, я сотрудник Сбербанка. Антон Николаевич. Здравствуйте. А тут что-то с вашей стороны сплошные роботы звонят и звонят. Это что такое? Почему вы этот Сбербанк онлайн заблокировали? Антон Николаевич. В целях обеспечения безопасности использования системы Сбербанк онлайн, банк анализирует все операции и при необходимости связывается с клиентом для их подтверждения. Приносим извинения за доставленные им неудобства и благодарим за понимание. Так связывается раньше люди... Сбербанк онлайн блокируется автоматически. Еще раз не поняла вас. А почему он заблокировался-то? Согласно условиям выпуска и обслуживания дебютовой карты права Сбербанка, банк имеет право приостановить проведение любых операций для проверки их правомерности. С полной версией условий вы можете ознакомиться на сайте Сбербанка. И что вы мне теперь каждый раз будете блокировать все? Сбербанк онлайн блокируется автоматически. Ведется мониторинг круглосуточно. Если видят что-то подозрительное в операциях, то система блокируется автоматически, вне зависимости от операции или суммы. Знаете, что подозрительно? Подозрительно то, что с вашей стороны постоянно звонят роботы и проверяют это все на соответствие роботы. То есть с вашей стороны роботы собирают биометрические данные, образцы голоса. Вот это странно. И при этом... Антон Николаевич, Вы готовы ответить на несколько вопросов для подтверждения проведения операции? Вопросы мы выясним чуть позже. Я Вам хочу донести информацию до Вашего руководства, что это неприемлемо. Собирать биометрические данные, в том числе голос, и провоцировать всячески живых людей на то, чтобы они общались с роботом и оставляли свои образцы голосов. Вы что творите? Антон Николаевич, я звоню Вам для подтверждения Вашей операции. Если у Вас какие-то есть предложения или вопросы по обслуживанию, их можно по номеру 900 оставить в нашем контактном центре банка, либо в ближайшем офисе банка. Готовы уделить мне пару минут... Подождите, Маргарита, вот я звоню 900, да, номер, Вы сказали. Оставить рекомендации там и все такое. Я звоню туда, там отвечает робот. Я не хочу с роботом общаться. Где живые люди? Женщину вынули, автомат засунули. Если не хотите с роботом общаться, говорите, что соедините с оператором. У Вас будет соединиться с оператором. Я не хочу с ним разговаривать, потому что он собирает образцы голоса. Это биометрические данные. Антон Николаевич, готовы уделить мне пару минут ответить на мои вопросы для подтверждения проведения Вашей операции? Немедленно разблокировать Сибербанк онлайн и провести последнюю операцию на 15 тысяч рублей. Антон Николаевич, Ваш перевод был отклонен банком. Я звоню для его подтверждения. Вы совершали сегодня операцию Сибербанк онлайн? Совершал, я же вам говорю, 15 тысяч рублей. Какую операцию? Фамилия, имя, отчество, уточните, пожалуйста, получателя. А это Вам зачем? Для подтверждения правомерности проводимой операции в целях обеспечения безопасности Ваших денежных средств. Все нормально. Какие еще сегодня операции проводились в системе Сибербанк онлайн? Я уже перевел туда этому человеку тысячу рублей. Потом решил чуть больше перевести. Мне бац, все заблокировали. Это что такое? Антон Николаевич, подскажите, пожалуйста, почему такими суммами пытаетесь перевести, дробить суммы то 5 тысяч, то 3 тысяч, то 15 тысяч? Почему сразу не всю сумму переводите? А потому что с той стороны пожилой человек, ему за примерно 70 лет, и он мог ошибиться в номере карты. Поэтому проверяется путем пересечения мелкой суммы. Мелкую сумму проще вернуть обратно в случае стагнацию сделать, нежели большую сумму обратно вернуть. Там, естественно, у Вас уже на пятнашке какие-то блокировки возникают. А что будет, если там большую сумму? Уточните, пожалуйста, вчера по Вашей карте проходила оплата в интернет-магазине на сумму 4300 рублей. Название интернет-магазина сможете озвучить? 4300, интернет-магазин, вчера. Все верно. Да, я не помню, чтобы я вчера что-то покупал. Не проводили оплату в интернете? Насколько я помню, вчера такого не было. Уточните, какая сумма списывается ежемесячно с Вашей карты в счет погашения потребительского кредита в Сбербанке? Да нету никакого кредита, Вы что? Я Вас услышала. Антон Николаевич, для исключения возможного мошенничества в отношении Ваших денег? Сочните, пожалуйста, цель перевода. В смысле цель перевода? Для каких целей переводите сейчас получателю 15 тысяч рублей? Ну, а я что, обязан что ли это сообщать? Вам такая разница? Здесь исключение возможного мошенничества в отношении Ваших денег. Нет, мошенничества. Вы с чего это заблокировали вообще карту? Я вообще не понимаю. Не то, что карту это, то есть Сбербанк онлайн вообще заблокировали. Я хотел перевести денежку. Антон Николаевич, повторяю, что согласно условию выпуска обслуживания дебетовой карты Паузбербанк, банк имеет право приостановить любую операцию для проверки их правомерности. Готовы ответить, для чего переводите денежные средства? Нет, на этот вопрос я не готова. Цель перевода? Нет. Это моя личная информация. Для чего и для каких целей? Вам какая разница? Данного получателя знаете? Нет, знаком удаленно через вторых людей. Через вторых людей? А для каких целей переводите знакомым? Для знакомым? Уверен на то, что вам, да, через вторых людей. Да, уверен, девушка. Ну что вы, вы посмотрите мою историю. У меня никогда никаких мошенничеств не было и никаких расследований. Вы что издеваетесь над людьми? Антон Николаевич, банк беспокоится о безопасности ваших денежных средств. Поэтому уточняйте целомерность проводимых операций. Вы что-то как-то слишком сильно беспокоитесь? Либо, я не знаю, лимит сделаете там тысячу в сутки или еще как-то, если вы беспокоитесь. Но вы же полностью заблокировали все. Цель можете озвучить? Чего переводите? Я вам сказал, я вам отказываюсь назвать цель. Вам какая разница? Я когда совершаю в автоматическом режиме, я что-то не пишу там цель, а вам что-то обязан назвать. Вам какая разница для каких целей? Спасибо за предоставленную информацию. Действие вашей карты и услуги Сбербанка онлайн в настоящий момент приостановлено. Вам необходимо обратиться в ближайший офис банка для перевыпуска карты и восстановления доступа в личный кабинет Сбербанка онлайн. Спасибо за уделенное время. Всего доброго. До свидания. Как вас зовут? Девушка. Маргарита меня зовут. Я ничего не понял. Мне что, карту заблокировали что ли? В настоящий момент действие вашей карты и услуги Сбербанка онлайн приостановлено. Вам необходимо обратиться в ближайший офис банка. На основании условия выпуска и обслуживания дебютовой карты по Сбербанку. С полными условиями вы можете ознакомиться на сайте банка. И что вы здесь теперь каждый раз так будете блокировать, как только я соберусь какую-то сумму в пятнашку перевести что ли? И каждый раз бегать в Сбербанк в офис к вам? Антон Николаевич, данную информацию вы можете уточнить на горячей лени по номеру 900, либо в офисе банка. Спасибо за уделенное время. У вас автомат, робот работает. Можете обратиться в ближайший офис банка для уточнения информации. Спасибо за уделенное время. Всего доброго. Другие люди придется туда обращаться. Вы что, потом в офисы тоже роботов поставите? Антон Николаевич, действие в вашей карте, услуги в Сбербанке онлайн в настоящий момент приостановлено. Вам необходимо обратиться в ближайший офис банка для перевыпуска карты и восстановления доступа в личный кабинет Сбербанка онлайн. Вам что, потом в следующий раз плясать надо будет? Спасибо за уделенное время. Всего доброго. До свидания. Дурдом какой-то. Здравствуйте. А что, у меня вызвался следующий талон? Нет, я без талона. А какой у вас вопрос? Присажите. Здравствуйте. У меня такая проблема. Вот я у вас карту получил. Помните, наверное, да? Приходил. Ну, наверное. А вы все тоже маску носите. Да, теперь помню. Говорите. А вы без маски принципиально. Нет? Я же вам пояснял. Одевайте свою. У вас же есть там модная маска. А у вас вот такая похожая с диоксидом титанопропитанной, которая называет ***. Мне нужно называть следующий клиент. Поговорите, пожалуйста. Вот, смотрите. Ну, помните, Елеонора, да? Да. Смотрите, пытался сегодня денежку перечислить человеку. И это Сбербанк онлайн заблокировал меня полностью. Крупную сумму переводили? Нет. 15 тысяч всего. Причем до этого, за 20 минут до этого, тысячу перевел человеку. А через 15 минут смотрю, сходил, проверил. Да, говорит, все дошло. Давай все остальное. Вот 15 перевожу, все. Это было, ну, это не много было? Это вот один на тысячу и потом на 15? Или это было много переводов? На тысячу уже перевел. Все нормально. Никаких проблем. Просто если много человек... Никаких проблем. Начиная переводить 15, он говорит, мы вам сейчас перезвоним, там что-то какое-то мошенничество, звонит робот с 900 номера, начинает робот со мной разговаривать. Я говорю, давайте этого человека, игнор полнейший. То ли не распознают, то ли что. Мы сейчас позвоним на 900, потому что вам сейчас нужно онлайн, чтобы разлокировать этот банк онлайн, нужно позвонить на номер 900. Так они мне звонили сами. Я им все то же самое разъяснил. Вам не разблокировали? Она вообще не в адеквате это говорит, типа, вам нужно в этот Сбербанк с паспортом подойти и все. Так онлайн заблокировали? Полностью, да. Я ни через компьютер, ни через телефон не могу зайти. Обычно, если дробят операции, много операций, там 3-4 пошло, тогда блокируют. Да я второй только хотел совершить. Таня, скажи, пожалуйста, у нас, когда клиента при совершении операции блокируют онлайн, зачем они сейчас стали отправлять в офис с паспортом? Вот клиент, говорит, дозвонился до поддержки, они говорят обратитесь в офис с паспортом. Мы можем разблокировать онлайн или мы должны на поддержку? А сколько по времени мы будем, эта заявка обрабатывается? Звоните на 900 пока. Кошмар. Ладно, все, поняла. 20 минут будет. Давайте на 900 попробуем, я вам скажу, как дозвониться для живого человека, потому что там должно быть быстрее. Может быть, вы не допоняли или они не договорили вам. А на 900 звоним, там этот робот. Вот, смотрите, чтобы на живого человека выйти, там есть такое, ну, например, подтвердить это. Два раза говорите, она соединяет вас со специалистами. Вам надо говорить. Здравствуйте, это Сима. Я ваш виртуальный ассистент Афина. Чем я могу помочь? Вас тоже скоро на роботу заменят? Да. Да? Слушаю. Так, идите операцию. А что значит? Не совсем понимаю вас. Будьте добры, уточните вопрос. Соедините с живым человеком. Я поняла, что вам нужен оператор. Уточните, пожалуйста, что вас интересует. Давайте оператор. Очень хочу вам помочь. Подскажите коротко, что именно нужно сделать? Соединить с оператором. Женщину вынули. Автомат засунули. Сейчас много звонков. Возможно, оператору придется подождать. Какой у вас вопрос? Соединить с оператором. Тьфу. Соединяю вас со специалистами. Видите, вот такое вот... Мы записываем разговоры с клиентами, чтобы сделать обслуживание еще лучше. Не надо никак думать подводить операцию просто... Елеонора, вот та фраза, которую вы говорите из двух слов, это называется биометрические данные. Да нет. Да, а потом они образцы голосов вот с этой фразой собирают, а потом могут... Вот эта фраза, запись голоса, да? Которую можно... Как биометрические данные. Все равно, что отпечаток пальца другим людям отдать. Хорошо. А потом мошенники могут воспользоваться этим. Просто робот не сможет никогда подводить операцию. Я вам с другой стороны объясню. Поэтому вас быстрее... А зачем тогда эту фразу говорить? Чтобы вас соединить с живым специалистом. Так мне и нужен живой специалист. Вы можете подключить леком, а робот вас научит... Вот тот глагол и существительный, который вы произносите, это совершенно... Все, хорошо, я вас услышу. Вы понимаете, что это такое? Да. Это все равно, что оставите отпечаток пальца. Ну, вы так критичны по всему. Так что критичны? Я программист. Я тогда вам предлагаю вообще наличными... Леонора, я программист. Я вот эти все системы сам разрабатывал. Я прекрасно знаю, что это такое. Ну, я не могу с вами не согласиться. Конечно, в этом есть горе. Я вам не просто так говорю. Я за 25 лет больше 5000 компьютеров восстановил. Анастасия, здравствуйте. Алло. Вас, я вас слушаю, здравствуйте. Как вас зовут? Анастасия. Это лучше колонка. Ну так давайте заправимся. Нельзя. Здесь автомат. А следующая уже нещена. Выступим, она нам скидку сделает. Понятно? Анастасия, помогите решить проблему. Где-то час назад заблокировали Сбербанк онлайн по непонятным причинам. Одна минута. Причина, больше. Все вот слишком легкомысленно ко всему этому относятся. Везде ставят. Да, да, подписи, галочки. Даю согласие. И никто ничего не читает. Я всегда не уточняла информацию. К сожалению, именно в контактном центре за столовку и разблокировку невозможно. Вам нужно будет направиться в офис банк, в любой удобный для вас. И написать заявление на разблокировку про офис. Так вот я здесь в отделении Сбербанка в ближайшем разговариваю. Разговариваю с руководителем подразделения. А что, написали заявление на разблокировку? Нет. В течение трех дней будет разблокировка. Так в смысле трех дней? Можно сегодня как-то это ускорить в режиме власти? Ускорить можно как-то? Поговорите, пожалуйста. Алло. Скажите, пожалуйста, здравствуйте, меня зовут Илья Анура, руководитель офиса 902-282. Скажите, пожалуйста, мы сейчас, если принимаем заявление от клиента, то на практике показывают, 2-3 дня может уйти на то, чтобы разблокировать клиенту. Нужно сегодня разблокировка. У него было 2, со слов клиента всего лишь 2 перевода на 1000 рублей и при попытке второго перевода на 15 тысяч рублей была блокировка. То есть как бы подозрительных операций нет. Идентифицировать клиента, как-то разблокировать, помочь ему в режиме онлайн. Но можем сейчас... Карта здесь вот... Карта, паспорт, все, мы клиента можем идентифицировать. То есть вы нам не можете помочь в режиме онлайна сейчас себя разблокировать? Я вас поняла, спасибо большое. Я вас поняла, спасибо большое, всего доброго. Всего доброго. Что происходит? Уточните, решили ли ваш вопрос в контактном центре. Даже вам отказали? Нет, я просто... У нас для сотрудников есть своя задуманная линия. А, ну правильно, да. Мне хотелось бы услышать, что вам говорят. Потому что, по идее, они должны были что-то... Там точно было 2 перевода, прям как будто бы что-то им не нравится. Так, Востин. Я так понял, в целях безопасности, правильно? Ну да, такое бывает. Но опять же, если вы подтверждаете, что вы совершали перевод, вас идентифицируют, это в режиме онлайн должно быть снято. Они же мне звонили, я им говорю, да, я хотел перевести. Соединись с оператором. Поэтому я и хотела убедиться, что вас отправляют в банк. Может быть, вы чего-то не дослушали, потому что такие операции, они элементарно важны. Ну, не, вообще не натресло. Я им поясняю, разъясняю, говорю, это что за дело? И что, мне теперь после каждого перевода бегать в банк, что ли? Ну, конечно, ну нет. Они даже слушать не захотели, бросили трубку, и все. Ну, может, я был чуть-чуть возмущен? Ну, извините меня, клиент всегда прав. Добрый день, Анастасия. Может быть, я, конечно, не по адресу, но направьте меня тогда. У нас такая ситуация. Клиент совершал перевод через Бирбанк онлайн, не на крупную сумму. И во время совершения операции второй, ну, то есть второй перевод не далось делать. Был заблокирован онлайн. Клиент позвонил на 900, на службу поддержки именно для клиентов. Клиента отправили в офис. Ну, я лично слышала этот разговор повторный, да, что якобы мы должны принять заявку от клиента. Но если мы это делаем, то решение вопроса может затянуться. Не факт, что это будет в режиме онлайн. Клиенту критично сейчас разблокировать онлайн. Вот как мы можем помочь, потому что меня направляют на службу поддержки для сотрудников. Где? Пожалуйста, да, конечно. Спасибо. Угу. В этом разделе изменился порядок выбора кнопок. Нажмите один. Вклады, платежи, переводы, нажмите два. Чтобы прослушать информацию повторно, нажмите решетку. Для перехода к предыдущим меню соединяю вас со специалистом. Я думаю, только для нас, роботы, для вас тоже оказывается. Я вас прекрасно понимаю. Это вообще жизнь. Если вот... Здравствуйте. Нам нужно клиенту разблокировать онлайн. После второй попытки перевода небольшой суммы заблокирован. Клиент отправляет в СП. Но клиенту критично сделать это в режиме онлайн прямо сейчас. Разблокировать онлайн. Заблокирован онлайн. При переводе. Причем перевод был сначала на тысячу рублей, потом на 15. При попытке на 15 тысяч делать перевод, было все заблокировано. Клиент сидит здесь. Есть паспорт. Я могу идентифицировать. Нам нужно помочь прямо быстро. Да. Все это разблокировать. Да, пожалуйста. Давайте. Так. Здесь по борьбе с мошенничеством клиенту нужно звонить либо в контактный центр по номеру 900, либо в обращение в СРМ. Клиент звонил на номер 900 и самостоятельно, и при мне. Его отправляют в СП. То есть мошеннический... Ну, через СРМ. Ну, а по сроку сколько по времени займет эта разблокировка? Будете выставлять обращение, там будет указан срок. Ну, а если клиенту нужно сейчас? Ну, он действительно сам... То есть мы сейчас просто тратим время, нам нужно бежать к любому, мы регистрируем обращение, других вариантов нет. Даже то, что клиент находится у руководителя, я его идентифицирую по документу, по карте, он здесь лично. Нет, у нас указан только в контактный центр и, соответственно, обращение... Нет, понятно, если бы это было массово, если это только два перевода, тысячи и 15 тысяч на этом блокируют. Какие мошеннические действия-то, можно как-то пояснить клиенту? Можно сказать, почему они так решили, но вот заблокировали. Понятно, все, ладно, спасибо, до свидания. Ну, а о чем мы поговорим? Что еще здесь? Пойдемте. Без очереди, я вас хотя бы обслуживаю. И что делать? Мы регистрируем обращение, уже с приоритетом, скажем, что в прошлом у нас в офисе банка. А на клиенте банка, на 50 рублей проверили, все, деньги дошли, решили отправить на 100 тысяч. Ну, как бы проверить. На этом этапе клиент блокирует Сбербанк онлайн, он звонит на поддержку. Поддержка говорит ему, обращайтесь в офис банка. То есть при идентификации клиента не разблокируют режим онлайн. Мы перезвонили просто с клиентом, я говорю, давайте дослушаем все-таки, может быть как. Нет, я звоню на поддержку нашу, они говорят, что они тоже в режиме онлайн. Подозрение на мошеннические действия. Ничего сделать и помочь не могут. Только обращение в СРМ. И в обращении, я говорю, если нам нужно очень, как бы, скоро, чтобы это все случилось, в обращении в СРМ можно указать в комментарии о том, что клиента очень здоров, им нужно срочно разблокировать. И якобы там уже будет виден срок, когда будут разблокированы. Все. Ну, по поводу комментариев я могу написать, если что угодно, но я не думаю, что они обратят на это внимание. Ну, ты напиши, просто с нашей стороны максимально сделать, потому что клиент же будет еще информироваться и по СМС, вам будет приходить вся информация по этому обращению. Поэтому, все, что могла. Всего доброго, до свидания. Благодарю тебе. До свидания. Такое ощущение, что скоро будут происходить, требовать станцевать ламбаду, чтобы денежку снять. Мы живем, там, танцуем, что мы можем сдавать. Раз, два, три. Мама, мама, что я буду делать? Гоу! Мы живем, там, танцуем, что мы можем сдавать. Нет, главное, ты что, рублей перевел, вообще проблем нет. Сумму увеличиваю. Так бдительно так относятся ко всем этим переводам, мало ли. Бдительно, как говорится... Я хочу сохранила. Берегут ваши финалы. Тут должен быть разумный предел в этом выходном ведении. И что, мне каждый раз так бегать, что ли? Я ничего не могу вам сказать. Вы можете ставить претензию на номер 9-10. Потому что это не на нашем уровне все блокируется, сами понимаете. Что за бумажки? Возьмите пожелания себе. Новогодние, не новогодние. Вообще по жизни. От вас к нам? Да. От банка к клиенту. Если в купюру это свернули, я бы взял парочку. На доллару, да. Или в евро. Я вам могу отдать. Нам не надо, у нас в электронке все. А, ну все, тогда забираю. Все, ожидайте смс-сообщения тогда. А этот денежку сейчас можно снять с карты? Она у вас заблокирована, нет? Карты нет, насколько мне известно. Ну, в банкомате снимайте тогда. А здесь у вас нельзя что-то? Пошло и сумму. Нет, 15 тысяч. То, что и хотел сегодня, это перечисли. А, не знаю. Нельзя? Можно, почему? Так, сейчас я подумаю, если что-то лодчик возьму. Хорошо. Подумать надо, надо снять или нет. Так, смс-то придет, да? Да, не знаю. И что там, получается, через три дня только разблокируют? Я вам не могу сказать. Вам придет первый смс, установят сроки, а потом уже вторая. А этот, как вариант, допустим, вот через банкомат пойти, через банкомат с карты на карту, я могу так сделать? Может и да. Конечно. А смысл тогда Сбербанк онлайн не блокирует? Я не поняла даже это. Я вообще не понимаю. Главное, с компьютера не могу зайти, с телефона не могу. Пойду в банкомат тогда. Попробуйте там, да. У вас тут банкомат, он сможет, да, с карты на карту перевести? Здесь? На карту другого банка. На карту другого банка? Да. Я не знаю, Таня, наш переводит маленький банкомат. Вот это нужно пробовать, это вот, а что хоть? И вот там, ну, меняясь постоянно. Два банкомата, вы можете там перевести. Вот это, да, вы гусли? Ну, на улицу лучше, на крылечку. А, добро. Хорошо. Благодарство. Всего доброго. Всего хорошего. Так, он же все равно и скушает, где светлый. Не, он не скушает. Он прикладывает через это, через светлый. А, точно. Идете там. А, тогда все. Все, я вас отвлекаю, я забыл, что это чисто есть. Хорошо. Ни в коем случае не вставляйте, потому что станция вот прям по другому возрасту. Когда нужно, произойдет. Все. Благодарство. Чего я совсем не знаю? Чик же есть. Не надо ее всовывать. А то обычно в таких вот случаях, они вот это, умалчивают, что заблокирована карта. Человек приходит через банкомат. И все, и нет карты. Денежку снял, но перевести не дает. Перевести не дает? Угу. Все. Сейчас я вам девчонкам скажу. А то они сами не знают, что можно, что нельзя. Снять деньги снял, а перевести другому человеку не могу. Пишет ошибка в 104. Вы заблокированы. Да, вы заблокированы. Но вы обращение оставили? Ну, конечно, да. Все, что я могу. Всего доброго. Нет, я вам сказать, что вы это. Деньги можно снять, а перевести не уже нельзя. Значит, вас заблокировали именно на перевоз. Да. А и... Баланс могу посмотреть. Деньги, наличка я взял. Карта работает. Да. Карта работает. Благодарство. Пойдем. 20 документов я вам предъявляю. Хорошо. Разблокируйте Сбербанк МВ. Ну, вы какой-то документ можете предоставить с фотографией для скана? Для скана? Да. Хоть какой-то? Да. На основании чего? Оригинал паспорта и другие 20 документов предъявлены вот они, предъявлены вам. Что вам еще нужно? Вот вы, женщина, вы можете поплакать, а мне что делать? Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...